Всем доброе утро! Я думаю, по голосу вы можете слышать, что со мной происходит. Я очень заболела, прям не знаю, не болела так, наверное, со времён беременности, потому что на 12-й неделе я переболела с жутчайшим бронхитом, и кашель был жуткий. А сейчас, блин, у меня в медовый месяц в Египте первый раз в жизни и последний болело ухо. И вот вчера я сидела... С чего всё началось? С того, что позавчера у меня за 2 часа, наверное, резко вообще прям разболелось горло. То есть я не могла ни глотать, ни говорить, ни жевать, ну, жутко распухло, знаете, отекло горло, и оно было безумно красное, поэтому я очень испугалась. И давай отправила в аптеку родных, и противовирусные купили, и леденцы, и пшикалки, и полоскалку, тоже фурацелином. Лучше нету, наверное, 2 таблетки растворить в 100 миллиграммах воды. И вот за... ну вот за сутки у меня вообще реально прошло полностью всё горло. Перешло в нос, правда, и нос, наверное, дал осложнение на ухо, потому что ухо у меня вчера вечером в 6 вечера начало стрелять, и побежали, купили мне противоинфекционный или, я не знаю, какой, обезболивающие капли в уши от отита, потому что это в среднем ухе, то есть вот тут вот трогаешь, и оно болит. И сегодня я, к сожалению, не слышу, вернее, этим ухом вообще ничего. То есть такой, знаете, глухой звук, он ещё и дублируется, знаете, как в одно ухо попадает, а в этом оно повторяется с замедленной или заторможенной скоростью. Поэтому, блин, так непривычно, неприятно и некомфортно. Вот сейчас вообще хорошо, что прошло, я ночью просыпалась тоже от жуткой боли, два раза капала, там можно три раза по четыре капельки капать, и, блин, это всё из-за того, что я перемёрзла. То есть погода у нас меняется молниеносно. Если у нас, например, вчера, это, например, вчера было там 22 градуса, да, и я одела, в принципе, я одела лёгкий пуховик, курточку, но, видимо, перетрусила меня настолько сильно, что заболела, в общем. И сейчас лечусь, и, к сожалению, тоже погода, в принципе, неплохая, очень так сухо пока, и я планировала бы, конечно, и хотелось бы с Максом походить на улицу, потому что дальше будут снег и дождь, и тогда редко, когда получится выходить на улицу, а сейчас вот каждый день у меня было... Просто нужно одеваться потеплее, и вирус какой-то ходит, поэтому берегите себя, одевайтесь, не... Как у меня бабушка говорит, не хвырсы, не хвырсы, это как не ходи раздетая, вот. Вот. У меня букля одна такая большая. Я вчера голову не мыла, вот вы спрашиваете, зачем я мою голову каждый день, посмотрите. Вот. Так что вот такие вот дела. Горло першит немножко, нос больше сейчас заложен, и ухо вообще вот это не слышат. Я не знаю, что делать. Кстати, я попросила маму с работы зайти купить в аптеку, знаете, восковые свечи для ушные, для того, чтобы серую. Я не знаю, может, там пробка серная, потому что такой вот звук. Знаете, у меня в Египте, когда мы в медовый месяц, единственный раз, когда я летала на самолёте, при посадке заложила уши, и потом вот три дня в Египте отдыха я просто валялась, корчилась от боли, потому что безумно болела, стреляла, и нельзя было ничего сделать, тем более в другой стране. И особо ничем мне помочь не могли, пока мы не купили там капельки какие-то. Вот. Поэтому вот так. Что значит снижен иммунитет, и как это всё сказывается на организме? Очень-очень чувствителен организм ко всяким инфекциям. И стоматит часто проявляется, и головные боли появились, есть тахикардия жуткая, это всё последствия химиотерапии, поэтому не всё так хорошо, как кажется, и не всё так хорошо, как бы хотелось нам. Вот. И ещё хотела спросить, нужно вам снимать видео о том, как я узнала то, что у меня рак, и о этапах моего лечения. Будет ли вам это интересно? Думала снять видео о волосах тоже, как я их потеряла, как я их сбрила, за сколько они у меня выросли, что я делаю для того, чтобы они росли. Если вам такое видео интересно, потому что очень много девочек в инстаграм и в комментариях под видео пишут, что, к сожалению, столкнулись сейчас с такой проблемой, как рак, и у них или предстоит потеря волос, и предстоит лечение, или они сейчас на самом, ну, в самом центре этапов лечения, поэтому я думаю, такая информация была бы полезная, но не знаю, как вместить это всё в одно видео, потому что я бы хотела рассказать вам от и до это всё. Дальше, дальше, дальше. Ну, пока, наверное, всё. Сейчас я пока ещё не придумала, что я хотела точно сказать, поэтому, может быть, включусь ещё немножко. Эффект такой классный. Пью чай с малиной. И знаете, как всегда бывает, западло. И закон подлости работает именно в те моменты, когда максимально нужно что-то, чего нет дома. И у нас всегда есть чай противопростудный, есть таблетки для горла, то есть леденцы. А сегодня не оказалось ничего. Папа на выходных тоже себя плохо чувствовал и выпил всё, что было. Там несколько пакетиков чая противогриппных, да, противопростудных. И сейчас, к сожалению, нету ничего. Кроме пшикалки в горло, поэтому я активно пшикаю стрепсилос в горло, или оросепт. Оросепт, по-моему. Я его покупала для стоматита. И спасаюсь горячим чаем. Кстати, кружечка у меня с логотипом любимого хобби. Ютюб. Он даже здесь меня. Покрасила я волосы чёрный цвет. Набрала я какой-то шоколад там, но он получился абсолютно чёрный. И знаете, мне очень нравится. Я комфортнее всего буду лечиться. Такое неприятное. Ночью просыпалась от того, что болит горло очень. Я надеюсь, быстро всё образуется, и я дальше не усугублю болезнь. Не болейте, обязательно утепляйтесь. Сейчас очень холодно. У нас отопления, кстати, ещё нет. Так, часто вы у меня спрашиваете, чем я делаю ногти. Последний мой маникюр держится уже, наверное, ну, недели. Ну, неделю где-то точно. А для меня это в последнее время, вот сначала, с момента лечения, это очень хороший результат, потому что у меня постоянно на больших пальцах сколы или на указательных, потому что я и батарейки достаю постоянно. Ну, вот видите, немножко стёрся цвет, но держится всё потрясающе. Вот, делаю я сама, и у меня вот такой вот чемоданчик с принадлежностями маникюрными. Вот, это всё покупалось давным-давным-давно для того, чтобы заниматься ногтями, делать их себе, да. Там я раньше наращивала, лет 6-7 назад, поэтому лампу покупала на рынке, на вокзале. У нас оптовый рынок есть. Я лет 8, наверное, ещё до университета, в 2006 году или 5-м, в 2006, наверное, покупала её за 120 гривен, такая лампа допотопная, то есть не влазит, она без таймера, не влазят руки туда, то есть нужно большой палец, вы никак туда не всуните. Поэтому обхожусь вот такой вот штучкой для снятия. У меня вот такая вот фольга, мне муж и сестра, она занимается фольгой, она мне такой рулончик выделила, очень классный. Дальше у меня куча-куча всяких пилочек с Алиэкспресс, которые ужасного качества. Вот такие бафики тоже мне прислала девочка. Вот, тоже жидкости, последнюю посылку мне девочка присылала. Маникюрные наборы у меня Сталекс. Муж когда-то дарил на день рождения большой набор. Вот, всякие рассыпушки тоже мне девочка присылала. Это вот тоже блёстки красивые. Вот этот набор тоже покупала в таких, знаете, вот таких вот на замочке пакетиках и пересыпала в эту баночку. Баночки тоже на оптовом рынке покупала. То есть, ну, вообще всё, всё. Это на китайском сайте когда-то, знаете, полоски вот эти вот, 36 штук, по-моему, за 2 доллара заказывала. Вот такой вот набор страз. Стразы вообще нереально красивые. Они так блестят. Ну. Где фокус? О, вот. Смотрите, они мелкие-мелкие. Для маникюра вообще шикардос. Это, по-моему, ещё на Fashion Room я заказывала. Очень дорого они стоили, кстати. 9 долларов. Тоже лет 6 назад было. Вот. Пилочки всякие. Набор вот таких вот апельсиновых палочек. Тоже это нужная вещь. И по поводу гелей для ногтей, гелей для маникюра. Тоже у меня очень много разных. Вот этот вот спрашивали, что это за гель-лак. Сейчас покажу. Так, это не то. Но это вот эта вот серия. Гоу какая-то. Она сейчас, кстати, я проходила мимо, пока смотрела жидкость себе для снятия ногтей, потому что у меня вылилось. Вот. 86 номер. Так. 86 номер. Вот такая вот фирма. Гоу, шелак, гель-поли. 5,8 миллиграмм. Они сейчас, по-моему, по 50 гривен. Представьте. Блин, лаки для ногтей в Атсенсе стоят дороже. Термолак тоже у меня есть. Вот такая вот. Всякие смывки, гели. Вот эти вот тоже красивые. Огромная бутылочка 15 миллилитров. И стоит тоже около 90 гривен. Эта девочка мне присылала. Топ сейчас, кстати. Возможно, из-за базы и топа вот этот вот маникюр у меня держится хорошо. У меня вот этот вот мастер. Вот этот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok